Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Когда студенты принимают решение о переезде из родительского дома, они должны быть готовы к некоторым вещам. Теперь им придется столкнуться с реалиями взрослой жизни. Им нужно будет самостоятельно готовить, стирать одежду, вести учет финансов и полностью контролировать учебный процесс. Далеко не каждому студенту по карману съем квартиры самостоятельно или в складчину. Некоторым везет получить комнату в общежитии, но условия, которые предоставляют учебные заведения, далеки от идеальных. На разных ресурсах мы часто видим фото ужасающих стен, покрытых грибком и разваленной мебели. Выходцы из небогатых семей, как никто другие, хотят добиться успеха в этой жизни. Бедность может быть лучшим мотиватором для изучения наук, освоения хорошей профессии и поиска лучшей работы. Иногда молодые люди готовы проживать в трущобах ради того, чтобы получить образование. Мы расскажем вам, что бывает, когда в разрушенную комнату общежития попадает креативная и талантливая персона. Наша анонимная героиня из Восточной Азии за символическую плату получила в пользование маленькую грязную комнату в общежитии. Стены не имели ремонта и были разрисованы граффити. Крыша в помещении протекала, видимо поэтому матрас быстро пришел в негодность. Нет никаких сомнений, что проживание в этой мрачной и сырой комнате сулило массу неприятных моментов. У нашей героини не хватало денег на съем квартиры, но плата за этот ад была настолько мала, что она решила потратить некоторую часть средств на улучшение пространства. Она спроектировала эскиз комнаты, внеся туда некоторые преобразования. Первым делом девушка решила отмыть граффити, а затем перекрасить стены. Покраска самый бюджетный вариант ремонта. Затем она оклеила шкаф белой пленкой, получилось не совсем идеально, но свежо. После наша героиня обновила рабочий стол и украсила рабочую зону декоративными предметами. Игрушки, косметика, чистое зеркало, гирлянды у кровати и новое постельное белье. Что еще нужно для уюта? Предметы интерьера сделаны своими руками. Эта история рассказывает о том, что даже убогое жилище можно превратить в уютное с минимальными затратами. А смог бы ты превратить эту комнату в подходящую для проживания? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео.